Всем привет, друзья! С вами я, Денис Давыдов, и сегодня у нас ТТ. Смотрите, у меня нет сейчас классического начала, вот такого, который есть обычно. Дело в том, что про ТТ я снял просто море передач и про красный ТТ, и про ТТ НКВД, и про разборку, и про Т-30, и про Т-33. Но вы именно просили на стрельбу по мишеням, по пробиваемости. Вот мы сейчас об этом поговорим. Я взял для примера классический ТТ. Правда, ручку сняли, чтобы было удобно держать. Но вот, чтобы вы не говорили, вот я сейчас нарушу немножко, да, палец вот так поставлю, чтобы было удобно. То есть анатомическая ручка. Какой у нас сейчас пистолет? Идет у нас пистолет не какая-то там Югославия. 1939 год, друзья, вот 1939. Тульский оружейный завод. Шикарный пестик вот такой вот. Я сразу вам говорю, сейчас я переоденусь, я надел все. Я этот пистолет боюсь. Это реально отмороженный пистолет. Потому что, видите, отлетает, отлетает, если стрелять даже с 15 метров по блину толстому, то, ну, конечно, не рикошет, а вот эта металлическая оболочка, блокировка эта, видите, она отвлекает и посекает. Поэтому страшный пистолет. Я, конечно, у меня он бесит. Он бесит во всем. Он громкий, очень громкий, очень сильный. Я просто не представляю, что будет, если стрелять с нормальными патронами, вот армейскими. И вообще сразу задается вопрос, а что же делали солдаты, которые в здании, там, когда штурм Берлина или где-то, там, в Волгограде, они в Сталинграде, вернее, воевали, да, в помещении с ППШ, с этого, это же тихий ужас. Об этом же как-то в фильмах не говорится. Погнали. По мишени давайте поедем. Ё-моё. Вы видите, как он подпрыгивает? Это же отморозок на всю башку. Всё, затворная задержка. Конечно, с ней ему нужно работать, стрелять, пробовать. Подходим к мишени, смотрим. Ну, в общем, примерно сюда я куда-то и стрелял. Вы знаете, что я попал в голову, как и хотел, но, правда, один из восьми. Помните, это у меня уже были, вот эти отверстия. Вот эти все отверстия сейчас появились. Видите, они крупные, потому что вот это 6.35 калибр, а вот это всё крупняк. Вот это всё крупняк попал. Вот по этому блину я стрелял, и, видите, он слишком толстый, вот этот вот, я его снял. И от него идёт металлическая вот эта блокировка, отлетает, и она может посечь всё, что угодно. Поэтому нужно обязательно быть в очках. Сегодня мы с вами постреляем по различным предметам. Увидим именно проникающую вот эту способность этого пистолета ТТ. Потому что он просто колоссально сильный. Я думаю, вы это прекрасно знаете. Скорость полёта пули более 400 метров в секунду. Сравним его с 9-миллиметровым патроном, вот этим люгеровским патроном. Кстати говоря, не совсем корректно брать для сравнения, допустим, Глок или Беретту, или даже Люгер П-08. Вот его нужно сравнивать именно с Вальтером П-38. Почему? Потому что у Вальтера П-38 длинный шествол. За счёт этого кучность увеличивается, и за счёт этого увеличивается скорость полёта пули. На немножко, но всё равно. Поэтому именно солдаты Бундесвера себе, они же бывшие всё-таки солдаты вермахта в основном были, ФРГ. И они именно попросили, чтобы Вальтер остался, а не Люгер. Поэтому Люгер тю-тю, а Вальтер П-1 стал после войны. Смотрите, вот такой я себе ту журочку приобрёл, гимнастёрку, как она вам нравится. Это майор, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, если кто порекомментирует, это вообще оригинал на тот время. Потому что, видите, она, в общем-то, вся в молю про это. Итак, переходим дальше к ТТ. Смотрите. Всем известно, что бумага, она очень хорошо задерживает пули. Смотрите. Подкупил я вот такую подборку геожурналов. 99-й год. Смотрите, вот если кому интересно, 56 рублей они ещё тогда стоили. Итак, будем, начнём, наверное, с 5. То есть 5, потом прибавим ещё 5, итого 10, итого 15. Вообще, моё мнение, вот спишите в комментариях. Ну, конечно, безусловно, пятёрку пробьёт сразу. Кстати, жилетник, я вам серьёзно говорю, не пробьёт. Пятёрку не пробьёт. Жилетник 6.35. Это однозначно. Глок, думаю, десятку не пробьёт уже. С гражданским обычным патроном. А ТТ не пройдёт пятнашку. Вот такие мои предсказания. Десятку, наверное, пробьёт. Потому что тут дело ж не в самой плотности. Тут в том, что это листы, понимаете? Поэтому, ну, посмотрим. Может, не прав. Может, я не прав. Но вот такие мои предсказания. Итак, скотчем сначала 5 журналов. Ну, что, вот у меня два патрона. Заряжаем. Всё. И... Раз. Два. Всё. Затворная задержка сработала. Патронов патронники нет. И идём смотреть, что же там приключилось с нашими журналами. Одна в голове у мужика и другая в груди у женщины. Поворачиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая тут печаль произошла. Берём эти журналы и прибавляем ещё пяток. Переворачиваем, соответственно, журнал, чтобы он опять был плоский. И входящие отверстия, запомните, всегда плоские. Так же, кстати, и на человеке так же происходит. Всё. Теперь у нас 10 журналов. Абсолютно уверен тоже, что 10 тоже пробьёт. Пуля очень сильным пробивным действием обладает. Вы помните, да? Очень сильным. Зарядил ещё двушечку и 10 журналов. Всё. Зарядили. Погнали. Затворная задержка сработала. Идём смотреть. Один в один. Шикарно. Просто шикарно. Переворачиваем. Переворачиваем. Да. Выход пули. Выход пули есть. Я вам точно говорю, что всё. Пятнашку кишка танка у ТТ пробежала. То есть, если вы хотите на кого-то во время войны, берёте кучку журналов и бежите. Берегите на цель. И вам ничего не будет. С пакетами журналов. Так. Прибавляем ещё пяток. Итого 15. Видите, пули уже выходят не так агрессивно. Ставим 15 журналов. Индекс Гео назовём это так. И чистой стороной ставим назад. А вот этими выпуклостями ставим, соответственно, вперёд. Вот так вот у нас будет. С Богом, как говорится. Ну что, наконец, заключительное. Мы, кстати, поспорили, потому что это горячее. Я думаю, что не сможет он справиться с 15 журналами. Ну, не сможет. Хорошо. Всё, проверяем. Всё тут нормально. И идём смотреть. Так, где у нас входящие? Входящие раз, два. Переворачиваем. Не пробил! Не пробил 15. Вообще никак. Смотрим. Давайте найдём там пули. Мы разрежем и пули найдём. Вы знаете, прежде чем вскрывать вот этот блок, мы решили для сравнения сюда стрельнуть с Глока. С Глока сюда стрельнем и посмотрим. Сравним, товарищи, что будет. Тоже две пульки. Я думаю, мы по калибру сразу определим. Я думаю, это понятно будет. Но уверен, Глок намного слабее. Ну, это, в общем-то, не уверен. Это логично. Вы также должны понимать, что пули, которые, патроны вернее, которые мы покупаем в магазине, ну, что греха таить? Это оболочка металлическая, да, медная. А внутри несчастный свинец. Этим патронам до ППШ, до стальных с сердечником военных патронов, очень далеко. Ну, это говно, так сказать. Ну, выездить, как бы, купить в магазине нормальные патроны, это же невозможно. Поэтому, что имеем, соответственно, и такая пробиваемость. Так, ну сейчас, как я вам обещал, с Глока, да, возьмём стрельнем. 9-миллиметровый. О, как комфортно держать, в отличие от ТТ. Всё, пожалуй, хватит. Всё. И идём смотреть. Так, ну что, ребятки, попадание есть. Вот оно, если я не ошибаюсь. И ТТ-шки наши вот эти. Всё. Один раз я стрелял, один раз попал. И теперь вскрываем наше чудо-юдо и смотрим. Разрежем нашу пятёрку. Сразу, да? Не понял. А, это три. Четыре. Смотрите. То есть уже получается, что 11 журналов, 11 журналов повреждено. И вот, как раз ровно 10 патронов. Вот он, ТТ-шная пуля. 10 пробило журналов. И 11-й она, собственно говоря, его разбила. И всё. И застряло. То есть, ну, грубо говоря, всё равно повреждения есть. Будем считать, что на выходе 10, на ликвидацию 11. То есть повреждения. Да? Теперь ищем там глоковскую пулю. Я думаю... Давайте вот пишем в комментариях, сколько будет... Глоковская пуля пройдёт. Я знаете, сколько предсказываю? Шесть журналов, я думаю. Посмотрим. Ну, давайте пятёрочку опять. Так. Вот это, наверное, она одна. Вот она. Это было пять. Шесть. Семь. Вот. Семь журналов. Вот она в седьмом журнале. Видите? Вот она. Да? Она такая латунного цвета. Вот так она разбилась. Раскрылась. Вот, собственно, вот так это выглядит. Хорошо. Дальше поехали. Мы же ТТшную вторую пулю не видели. Их же две было. Давайте посмотрим. Значит, он где-то... Одна пуля хорошо прошла, другая не очень. Вот она. Вот она. Вторая ТТшная наша. Это сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, ш... Так, пять, и девять. Девять, да, все, девять, все верно. Девять. Девять, десять. Вот так вот. То есть, все можно, в общем-то, с десятью, с десятью журналами можете нестись на врага. И, собственно говоря, одиннадцатый журнал выполнит ваша ТУЖУРКА. Вот, смело. А пятнадцатью журналами голову прикройте и бегите на врага, и ничего вам не будет. Последний, заключительный момент нашей передачи это вот вот такой вот замок. Я одного блогера, не будем его называть, видел, как он насколько силен ТТ. Он снимал, и он брал навесной замок и стрелял в него. И у него пуля вот здесь вот внутри застряла, замок вспучился, и он, в общем-то, сказал, что открыть замок типа ну это нереально. Нельзя так говорить, потому что, ну, во-первых, одна пуля, если уже внутри и замок вспучился, ну, вообще-то, у нас есть целый магазин, почему бы, кто нам запрещает пострелять три-четыре пули вогнать в замок, чтобы он рассыпался и открылся, правда же? Никто не запрещает это сделать. И, в общем-то, если мы будем брать современные замки, которые с куска металла огромного, да ясный перец что-то ТТ не откроет их. Это нужно брать карабины с остальными пулями там дураку, понятно. Но во время войны в основном все вот такие замки были. То есть, ты подходишь и стреляешь. Понятное дело, с метра нет, но вот мы попробуем стрелять в этот замок где-то с расстояния 10 метров. Опытный стрелок попадет в 10 метров вот в этот вот замок. И посмотрим, откроет. Пусть будет четыре патрона в него попасть, чтобы он рассыпался. Погнали. Ну, сейчас вот тут замок мы вот этот вот так повесим. Вот. И я его закрою. Все. Задача замок открыть. Естественно, он будет поворачиваться во время стрельбы. Ну, и мы его будем поворачивать назад. Поехали. Очень тут надо, конечно, внимательным быть. Попал. Попали мы в замочек. Вот он болтается. И смотрим, что у нас тут произошло. Смотрим. А! Смотрите, так же, как произошло у нашего коллеги блогера. Видите? Видите, что произошло? Но замочек-то пока висит. Поэтому нужно... Пуля, видите, ушла. Я думаю, все, уже открыть замок не получится, потому что смещение личинки произошло. Но вы видите? Но тем не менее, пуля не смогла на вылет пробить. Вот как карабин. То есть, видите? Кстати, абсолютно уверен, что армейский боеприпас разорвал бы его насквозь. Вот если бы это не свинец был бы, а стань. Он бы его прошил бы насквозь. Все дело в этих покупных дебильных боеприпасах. Смагаза. Ну и дальше стреляем. Кто нам запрещает? Правда же? Сделали сейчас выстрел. Сейчас выстрел сделал мой компаньон, потому что я не смог больше попасть. Смотрите, все развалилось к чертям собачьим. Смотрите, что тут. Но замок закрыт, тварь такая. Смотрите, как уже раздолбалось все. То есть пуля вторая внутри, но замок закрыт. Но еще чуть-чуть, я думаю, еще чуть-чуть. Вот узнаем, сколько пулей надо потратить, ну или патронов, пулей, чтобы вошло, чтобы он открылся. Но он еще закрыт. Сейчас установим все заново и будем стрелять по нему дальше, пока он не рассыпется к чертям собачьим. Ребята, все, замок мы наконец открыли. Я скажу вам честно, в итоге стреляли, он он в итоге смотрим, замок не открылся до сих пор, но подходить стали ближе, потому что попасть достаточно тяжело. Короче, первые разы, но все-таки это на удачу было. То есть с 10 метров вот на него попасть, это реально, это яблочко, это удача была. Значит, сколько у нас тут? Раз, два, три, замок. Я согласен с вами, его гораздо легче просто сюда металлическую шарнир засунуть и открыть. Но нам же нужен эффект, правда? Смотрите, сколько это советское чудо, которое на барахолке купил за сколько? За 10 евро я его купил, по-моему, этот замок. Клепанный замок советский, где-то военного времени же примерно. Держится собака, дальше в него стрелять надо. Кстати, стреляли с него вот с такого уже расстояния, вот так вот, в упор, потому что он шатается, маловероятно, что что-то будет. Видите, его просто хлебачит. И ничего, попадание номер четыре в замок. Смотрите, смотрите, видите, уже он раскрылся, клепки раскрываются, но он еще висит, потому что вот эти две клепки закрыты. Уже видно строение внутреннее, но скоро, скоро, совсем скоро и замок рассыпется. Это четыре пулевых ранения в замок, четыре пулевых ранения. Сейчас я его так выгну, вот так, чтобы можно было в него попасть вообще. Вот, кстати, вот эти вот оболочки. Ребятки, я, короче, стрелял, стрелял, я не могу попасть вот в этот замок. Это вот, когда первый раз я стрельнул, как бы, два раза где-то я попал, один раз покасательный, один раз первый вот эту пулю нормально. Все, потом, где-то пять патронов я выпустил, это нереально было, вот просто. Все. И стреляли уже в упор, практически в упор, с четырех метров стреляли, все, замок развалился, вот он открылся. То есть, в итоге, сколько это у нас? раз покасательный, но четко и ясно попало в корпус замка. Три пули. Три пули попали прям четко в корпус. Короче, достаточно три пули в корпус, чтобы замок к чертям собачьим открылся сам, и мы смогли без ключа его открыть. Все, замок ликвидирован, к сожалению. Историю жалко. Историю мне жалко, товарищи, конечно. Мы его открыли, но доказали самое главное. Доказали то, что замок с помощью пистолета открыть реально. Прежде чем сказать какие-то заключительные слова, я, пожалуй, выстрелю целый магазин. Не будет там какого-то чего-то особого. Вон, поставил я обычную ДСПшную деревяшку, хочу ее раскрошить и скажу свое заключительное слово. Все, стрельба окончена, восемь патронов. Давайте посмотрим и будем заканчивать. На сегодня, друзья, хватит. Смотрим. Смотрите, кстати говоря, попадаешь, здесь разбивается достаточно сильно, а вот выходы, выходы у нас тонкие, видите? Удивительно. Смотрите, я еще хотел сказать, знаете, про что вам? Про бревнышки. Вот, я когда в них сюда стрелял, видите, раз, вот, два. Ну, это, по-моему, такая касательная, но вот этот вот четкая такая пробоина. Вообще, стрелять по стволам деревьям, то есть, в них, за ними можно прятаться просто шикарно за деревьями, потому что дерево, оно само, во-первых, там есть жидкость, волокна, это же не доски, стрелять нужно, конечно же, только по доскам. За деревьями, если вдруг перестрелка, вот это, когда фильмы показывают, можно под очень тонкими, достаточными деревьями, и вы останетесь живы, все будет нормально. Вот эти волокна, оно, как журналы, даже сильнее. Все держит влажное, такой вязкое, собственно говоря, как песок, как пластилин, это все удерживает. И дерево, оно, в отличие от сухой доски, его, конечно, пробить нереально. Нереально. Что касается стрельбы с ТТ, мне не нравится стрелять с ТТ в тире. Я сразу вам скажу. Вот такой вот наш ТТ 39-го года. Мы с него постреляли, вот, и очень сильно он подбрасывает, вы увидели. Мне, ну, не шибко нравится с него стрелять, сразу скажу, потому что, видите, приходится использовать наушники, очки, он травмоопасен, сблизи стрелять нельзя. Сильный пробивной пистолет, уже много об этом говорилось, много об этом сказано, не буду об этом повторять тысячу раз. Не моя тема, я бы, допустим, такой пистолет покупать, ну, не стал бы себе, если тратить на него деньги. Вот, тем более носить его для самообороны, в общем-то, можно что же покупать, но, как бы, вообще не тема. Хотя, в отличие, кстати, от П-38, когда их сравнивали, вот это же два военных пистолета того времени, он тоньше, он по массе будет полегче, чем Вальтер П-38. Вальтер П-38, вы же видели, он толстопус. Вот, а здесь такого нет. Более он такой прикладист, конечно, в руке. Но это уже совсем другая история, сравнивать эти пистолеты. Ну, а на сегодня все. С вами был я, Денис Давыдов. Ставьте лайки, подписки. Пока!